Таёшь добро? Да. Все ягоды сейчас перемешать, их не видно будет. А зачем мне их видеть? Их надо кушать. Ну что ты говоришь, кушать? Так, хватает ещё завтракать, ещё рано, без пяти восемь, да, идёт дождь, вот такое вот утро, понедельник, как-то каждый день всё дождь и дождь, неприятно. Зайка, зайка. Патрюшка. Патрюшка такая, зайчка, да. Зайчка. Да? Куда ты собрался? Время без двадцати десять, а темно, как будто ещё только раннее-раннее утро, да, Патрюшкин? Что ты, мой хороший? Что? Что? Маленький, мой маленький куклёночек, да. Да, вот. Целоваться пришёл, да, целоваться пришёл. Патрик так побежал на улицу, такой счастливый и радостный, а на улице вон дождь. Муж пошёл на рынок, говорит, может, яблоко купить. Думаю, что в такую погоду никто там не продаёт и не стоит, хотя он говорит, что под зонтом продаёт. Ещё положила семечки, чтобы птицам посыпал и корм. Хоть вроде и погода тёплая, а всё равно птиц много прилетает. Ну? Держи первую партию. Листочек там по первой партии. Слушай, ну тяжело. Ну, а я откуда знаю? Ну, Володь, ну ты взрослый человек или тебе пять лет? Нет. Уже прямо это, знаешь, одно и то же говорить бесполезно. Что я тебе принёс? Твоей рукой написано. Твоей рукой написано. Но ты же всё взял вдвойном. Почему вдвойном? Я всегда так беру. Четыре творога, четыре сливки. Можно по два. Вот я начинаю на эмоциях это всё говорить. Получается, что ты такой зая пушистая. Да. А эмоции твои нафиг никому не нужны. Сейчас вот... Вон, сейчас ложку... Здоровье своё не бережёшь, ёлки-палки? Да, а я потом плохая. Уже можно. Можно, только осторожно. Вот именно. Десять метров пройти. Видимо, подключали электричество, что ли, к квартире? Или что это было? Какая-то вот фирма. Электрические работы или работы по электричеству. На расчётчик устанавливали, скорее всего, в квартиру. Ну, значит, ремонт уже подходит к концу и это радует. Не будет больше жужжания дрели, отбойных молотков. Это приятно. Уже на страже. Пакетик мне дайте. А куда ты ещё пошёл? В Гросси. А чё ты там? Ты же вчера ходил уже. Вчера выходной было сегодня. В Гросси выходной? Ну, в воскресенье. А товар-то выкладывается в понедельник. Уже. Дождь не дождь, всё равно без зонта гуляет. Вот не хочет он с зонтом идти. Не нравится ему. В Гросси пойдёт. Это бывший калевский магазин в Северный микрорайон. Говорит, кепка прикрывает место зонта. Горбушку взял. Наверное, другой что ли, другого кусочка не было ветчины. Это я для мужа. Никак в него ничего лишнего не запихнуть для здоровья. Салатик сделаю. У меня есть листья салата. Огурчик есть. Яйца вот отварила. Апельсины. Так. А вот эта ветчина стоит, оскар, 8,99 килограмм на 3,80 кусок. А лимоны подорожали евро 49 на евро 10. Шесть лимонов. Ну, наверное, не подорожали. А вот яйца, по-моему, дороже. Евро 59, мне кажется, дешевле были яйца. Евро 59, десяток. И апельсины 2,39 на евро 69, два. Или это вот два на евро 69. Столько фруктов и столько всяких разных витаминов, чтобы выздоравливать. Не знаю, что-то меня мотает. Вот я не пойму, в чем дело. Давление, кстати, отличное. Просто отличное. Не знаю, может, резко встаю. Патрик, вот ты что творишь? Тебя же только что выводили на улицу, милый друг. Патрик, не только что. Вот почему-то у него это... Как только ты в дверь, так ему надо это сделать. У него многошок. Да. Это он тебя таким образом приветствует. И говорит, счастье жизни. Ага. А что-то вас мотает, молодой человек. А вчера на меня возмущался, что меня мотает. Да. Да? Отчувствовался. Или от... Перетрудился. Тут я и хотела сказать. Работы много сделал домашние. Насто что, не две больше. Надо посмотреть. На 19,25. Ничего себе. Это год же все-таки так дорого. 2,28 маленький. Маленький пакетик. Черника. 7,98. Черника тоже дорогая. И посмотри, даже не полная банка. Не полная. Там сзади у меня стояла другая продавщица. Она говорит, что ты продукты и так много. Она говорит, что это самая дорогая черника. Так, черника. Такое чувство, что как будто отсыпанная. А вот эту... А вот эту ватрушку ты не покупала уже, наверное, лет 15, я думаю. Раньше была у тебя любимая... Любимая к чаю такая ватрушка. А чего ж ты лучше бы купил запеканку? Нету запеканки. А-а-а. Почему дразнишься? Потому что... 19,25. Пошел за запеканкой и купил эту, да? Пошел за запеканкой. Ты сегодня, елки-палки, столько денег потратил. Это ужас. Наверное, на 60 евро. Деньги для того и существуют, чтобы их тратить. Да что ты говоришь? Они в банку складывают. Тебе пока пенсию еще не добавляют. Так что... Очень широко ты стал шагать. Ты у меня договоришься нафиг. Перейдешь у меня на экономию. Я тебя посаживаю на экономию. Режим. Ты меня посадишь или я тебя? Я тебя посаживаю на режим. Муж это черный хлеб. Добрый муж. Любящий. А что ты... Сколько дней ты уже про чернику говоришь? Ты сегодня кушал утром чернику? Нет. Ты утром кушал чернику? Я не распробовал. Не ври. У меня была замороженная с рынка черника. Так что тебе в творог сегодня положили. Сколько стоят эти цветочки. Желтые-то вянуть стали. А эти беленькие стоят. Хотя казалось, что желтые свежее. Видно, нежнее. А эти, как настоящие ромашечки. Прелесть, правда? На красивой тарелочке. А что за чек здесь валяется? Как там погода? Давай. Как там погода? Как там погода, говоришь? Дождик мокрый шел. Как мокрый дождик? А он что, сухой? Снег. Снег мокрый. Снег мокрый. Вот видишь, снеги не зря вчера прилетали. Я же сказала, что к снегу. Снег будет 27 ноября. Да. Я тебе тоже сказала. Целый день сегодня мокрый снег. Аж до 7 утра даже. Мокрый снег? Угу. Это, конечно, совсем не радует. Смотри, а вчера, помнишь, в новостях передавали, что в Латвии будет теплая зима такая, которой 80 лет не было. И я так порадовалась за них и думала, а вдруг и у нас так же будет. Ну, вот такая зима у тебя и будет сляхать. Я такую сляхать не люблю. Хе-хе-хе. И мне такая не нравится. И завтра. Вот я поняла, почему ты галоши на меху купил. Я тебя сколько лет уговаривала. Слушай, и завтра целый день до 5 утра следующего дня мокрый снег. Вот стоило мне только вчера сказать, что мы сегодня гулять с тобой пойдем. Да. Да. Это все ты сглазил. Это ты сглазил, чтобы меня гулять не выводить. Да, да. Да, да. Сейчас проверим. Что там? Плюс два, что ли? Три. Два. Три-два. Да, два градуса точно. Вот я смотрю, в компьютере у меня тоже два градуса. Ну, ты набегался, как совраска. До среды. Ну, вот совсем радует. Снегопад. Снегопад. А на какой же мне день тогда записываться на маникюр? Уже пора делать его, а? Четверг нету. Пятницы. Солнышко даже нарисовано. Да. Да. Ну, поверю тебе. Насло. Не мне этот телефон показывать. Да. Вон, видишь, даже в субботу солнышко. А потом опять снегопад с воскресенья. Ясно. Значит, записываюсь на четверг, на пятницу. С вами все понятно. Спасибо. Вот такой вот хлебушек. Лук зеленый, яйца, келька и масло сливочное. Сделаю бутербродики. Для мужа. Он в магазин побежал. Бутербродики. Немножко соленоватая келька. Ну, думаю, с яйцом нормально, с маслом будет, с хлебушком. Пойдешь. За водичкой минеральной. Так, а тебе пакет тогда еще принесет? Да. Вот этот пакет. А что, скидка, что ли? Да. А минеральная или обыкновенная простая вода? Минеральная. А. Обыкновенную я сам пью. Такая. Твоя вот эта вот. Древушек пиолина. 89 центов стоит. Загущенка шоколадная. Ну, или какао. 205. Сколько здесь? 250 грамм. И три яблочка. Вот таких вот большущие. Большие яблоки. Так, евро 29 они стоят. И стоят на евро. Красный принц называются. Ух ты как. Красиво. Красный принц. Не оба что. И чек на 3,94. Слушай, это ты две бутылки, сколько там? По полтора литра, да, в бутылке? Да. Это ты за 99 центов две бутылки принес? Воды? Ничего себе. Скидка там две за одну идёт. Две за одну? Да. Ага. Просто там на бутылку ещё. А так она 79 за две бутылки и плюс две бутылки по 10 центов. Получается ты четыре принёс? Четыре. Три раза сбегал. Молодец. Теперь ты обеспечена. Вот. Ты видишь сколько три килограмма? Вот две бутылки это три килограмма. Нет, ну ты умница. Вот три раза сходил. А не это самое, не поругаешься, так забываешь о том, что много нельзя носить. Кто написал мне с утра? Кто написал мне с утра? И кто сказал? Два этапа. Я в два этапа исходил. Я тебе буду в следующий раз писать один творог, одна сметана, одни сливки. Это верно. И тогда мне нечего будет сказать. Я так делал творог. Я принёс четыре штуки. Патрик, ты позвонил, что Патрик одевает. Я его одеваю, лапы вытаскивает, выскакивает. Такой погон хороший хозяин не выводит. Нет, он так торопился, что он готов был не только из одёжки, а из шкурки выскочить. Самое интересное, что пока я свет не включила в подъезде, он понёсся даже по темноте. Молодец. В любую погоду готов гулять с тобой. Патрюша! Игорь Андреевич, откушайте, пожалуйста. Сейчас, спасибо. А? Ты только что поел недавно. Никто и не виноват, что ты то, что в обед надо было кушать, сейчас только съел. А время без десяти пять. Ты мне напоминаешь, что кушать пора? Ты моя умница. Ты моя умница, да? Напоминаешь. Вот так вот всё вовремя надо делать. В пять и в семь, да? Подожди. Патрик, он не слышит. Он отвечает кому-то. Нет, я пишу. Сообщения какие-то там пишут срочно. Ну, что правило, что это в Америке шахту-то купили 65 миллионов. Говорит, я читал уже. А чего ты гавкаешь? Я не поняла. Чего ты гавкаешь? Зачем гавкать? Ну, как оно? Вкусно, нет? Вкуснее, чем вчера. Почему? Не так солёно. Не так солёно. Вот видишь как? Когда руки и душу вложишь, так и не так солёно. Да. Да. А то та же самая килька. Посмотрите на хуторе, какие цветы ещё цветут. Сопротивляются, не хотят они снега. Вот природа. Цветут ещё цветочки и не хотят, не хотят, чтобы было холодно. Спасибо большое, что посмотрели. Спасибо за лайки, за комментарии. Счастья вам, любви, здоровья, чистого неба над головой. Заходите, пишите. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok